всем привет привет всем доброго вечера меня зовут Анна Гришенкова и сегодня ваш спикер на канале Amy official вконтакте и я очень рада что мы наконец-то доели все новогодние салатики и приступаем к работе сегодня будет максимально женственный эфир поработаем боксом габриэль декорациями из этого бокса и так и другими декорациями и подключим еще китайскую роспись замиксуем всю эту красоту и получим просто обалденные дизайны обалденные идеи поэтому давайте без лишних слов разворачиваться на стол и приступать к работе так смотрите вот такая у нас сегодня с вами красота сейчас я настрою немножко сегодня по-другому попробовала расположить телефон с камерой чтобы вам было лучше все видно и мне также было удобно работать итак сегодня прима нашего эфира это бокс габриэль в боксе габриэль у нас с вами существует очень много красивейших декораций моих любимых с эффектом инкрустации да они все выпуклые и очень классно держится и что немало важно очень классно спиливаются вообще на самом деле прямо находка для меня потому что выкладывать долго стразики в режиме работы не всегда удается а стразики как известно у нас клиенты очень любят сейчас скажите забыла отключить маску секундочку так и так декорации декорации у нас имитируют также твидовые ткани есть портреты какого тоже мы с ней сегодня поработаем и также в белом варианте тоже есть и очень кайфовые вот такие вот бантики и ожерелье также у нас присутствует несколько видов матовой фольги с ними то с ней тоже очень классный дизайн получается но сегодня мы ее не коснемся 4 обалденных цвета и стразы и вот такие вот металлические пайетки итак давайте посмотрим что же я для вас сегодня приготовила приготовила сегодня начнем мы вот с такого дизайна это у нас как раз заклепочки вот такие серебристые до совмещено с китайской росписью и я использовала здесь два цвета вот такой вот оттенок мадмуазель сиреневый очень классный оттенок он подходит прям знаете вот всем потому что он такой нейтральный не сильно холодный не сильно теплый там такой шиммер немножечко тепленький и вот такой нейтральный серый кто следит уже может быть за тем что я стараюсь выкладывать я уже не раз показывал что нейтральный серый это очень классный фон для множества дизайнов потому что он вообще не несет в себе никакой смысловой нагрузки и может совершенно прекрасно создавать любую поверхность под любой любой дизайн не перебивая его и мы с вами сделаем сейчас градиент цвет это достаточно кривистый у меня на типсе он на образце в один слой покрыт такой высочек какой-то кладем сушиться и кисточкой для градиента очень легко мадмуазель оттенок растушевывается потому что в нем есть шиммер вот девчонки все шиммерные оттенки они вообще в принципе тушуются очень даже прекрасно без вообще каких-то проблем то есть если вы видите что в цвете есть мелкие частички шиммером то знаете что с ним хорошо будет делаться любая в принципе растяжка он будет классно ложится и смотрите по сочетанию очень да здесь удачно то есть нейтральный серый он подойдет и тем кто любит более хроматические ногти и тем кто любит по посветлее ногти и под любую одежду и под офисный стиль тоже подойдет здесь я на фоне использовала вот такой вот слайдер чтобы создать фактуру то есть смотрите по этапам если разбить то я сначала также нанесла оттенок мадмуазель потом прикрепила вот такой вот слайдер и сверху уже сделала градиент сейчас мы с вами просто будем делать дуэт к этому типсу поэтому я немножечко его сделаю по-другому это у нас будет в качестве образца так наносим сейчас секунду наносим цвет 2 чуть внахлёст и он очень выигрышные вот именно за счет того что сам цвет сам оттеночек такой знаете холодноватый но шиммер в нем теплый такой золотистый поэтому он на ногтях у вас не будет у клиента смотреться ну таким холодным розовым потому что многие избегают я знаю клиента холодных оттенков розовых потому что они смотрятся такими немножко синеватыми да бывает иногда особенно на возрастных руках вот вот этот оттенок он очень приятный и за счет своего золотистого вот этого вкрапления он не смотрится очень холодным и думаю что найдет отклик у любой клиентки сушим видите как просто он как просто он тушуется так здесь я хочу использовать слайдеры вот такие вот я их уже вырезала заранее я думаю что вырезать слайдер умеет каждая из нас возьму вот такие вот цепочечки и спущу их от кутикулы к сторону свободного края так на липкий слой у нас все это хорошо закрепится берем слайдер снимаем с подложки и и можно пинцетом это делать можно ножничками монтируем на ноготочек поправляем также по липкости это очень легко делается у нас получается вот такая вот нежненькая подвесочка и также я вторую также прикреплю она у меня будет покороче и я планировала их сделать так чтобы у меня большие части слайдера вкладывались в более узкие части здесь нам можно немножечко отрезать излишек отлично так волосочек ты нам тут мешаешь получились две подвесочки теперь мы должны растворить немножко пленку ультра бондексом прямо берете и краешки слайдера подрастворяете чтобы у вас не было морщинок но не заливайте девчонки то есть тоже все пожалуйста в меру до заливать не надо надо тихонечко легонечко пройтись и мы с вами проходимся топом вельветом смотрите китайку будем рисовать на вельвет топе вельвет топ у нас сохнет без остаточной липкости очень быстренько схватывается буквально считанные секунды и не бойтесь перекрыть вот эти вот капельки которые как стразики выпуклые потому что мы потом по ним пройдемся текласом и они снова станут блестящими то есть если вы задели их и они стали матовыми то ничего страшного в этом нету так и серединочку тоже также протаптываем аккуратненько и все-все-все-все закрываем отправляем в лампу сушиться что за маникюр какой показывали виктория спрашивает не очень поняла вопрос если можно вик повторить расшифруйте пожалуйста не для особо одаренных какой маникюр я показывала что за маникюр маникюр вот мы сейчас делаем по этому образцу но немножко будем по-другому делать мы будем делать компаньона когда два дизайна компаньона они обычно находятся на соседних ногтях и немножко повторяют друг друга но в то же время они чуть разные так все топ у нас уже схватился и мы начинаем рисовать я сделала вот такие вот дорожки под китайскую роспись мы будем рисовать с вами гелевой краской без остаточной липкости м-пастой потому что она отлично идеально подходит для китайки она у нас вот в таких вот вот в таком вот наборчике и обязательно должно написано м-паста быть потому что есть еще гелевой краски здесь очень классная палитра она подходит прям знаете под все что угодно я сколько уже работаю работаю 20 с лишним лет в ногтях дальше этих цветов я не ушла потому что есть основные синий желтый и красный из которых в принципе уже можно все смешать но чтобы вам было легче уже сделали зеленый уже сделали фиолетовый дополнительно ой я на розовый ткнул мне отсвечает чуть-чуть красный конечно здесь розовый сделали самый ходовой белый черный и еще коричневый это очень хорошо для различной флористики подходит потому что нам нужно где-то что-то оттенить смотрите сейчас у меня вельвет топ немножко проплешенками кое-где я не знаю видно ли вам на экране но это я сделала специально потому что сейчас мы будем рисовать и потом в перспективе еще раз перекрывать вельвет топом и чтобы у вас не было дополнительного объема дополнительного объема здесь нужно покрыть максимально тоненько так я набираю красочку на кисточку и начинаем рисовать рисуем первый лепесток по вельвет топу прекрасно ложится краска раскладываем его две стороны пяточкой закрываем пяточкой кисточки закрываем проплешинку в лепестке я сейчас рисую кистью для китайской росписи скошенный квадрат 20 сейчас я больше знаете размечаю где у меня будет лепестки потому что частично что-то я буду дублировать где-то и мне сейчас важно наметить где будет мой цветочек находиться тоже также пяточкой серединку закрываю следующий лепесточек делаю в китайке конечно же существуют схемы да какие-то определенные но очень большая большой процент вероятности что что-то у вас в перспективе пока вы рисуете где-то поменяется здесь конечно нужно практиковаться и чувствовать мазки до куда какие идут чтобы потом понимать где нужно дополнить а где нужно остановиться ну так вот я разметил я думаю что мне достаточно и немножко немножко также закрашу серединочки которые у меня обозначат мои цветочки уже цветочки рисуем девчонки представляете все новогодних дизайнов мы тоже нарисовались уже по моему примут выше крыши как говорится и наконец-то начинаются цветочки значит весна уже близко так смотрите я сейчас с вами наметила первый ряд вот этих вот крупных лепестков их у меня 5 и сейчас я буду какие-то из них дублировать и опускать на нижние боками вот как здесь например да то есть прикрывать нижний слой верхними лепестками буквально 10 секундочек схватиться краски совершенно недолго обязательно мы должны продублировать с вами лепесток вот этот вот основной главный который у нас прикрывает цветочек который спрятался за него обязательно нужно продублировать и я думаю что как раз его я и спущу поскольку он самый такой нас основной и уже носиком кисточки увожу его в серединочку и хочу также с другой стороны сделать и тоже увожу в серединку дублирую здесь это же носиком кисточки увожу в серединочку такой у нас получится здесь нежный цветочек и сейчас покажу вам классный лайфхак как его нам немножко отлепить от фона потому что смотрите на светло-сером да сейчас у нас белый не так отчетливо видно и чтобы не терялся у нас цветок я его сейчас отреплю от фона это мы подсушим чтобы отлепить от фона нам нужно полупрозрачная такая консистенция черного но здесь у нас с вами идет вельвет то поэтому обычно подскажите тоже покажите свои ногти сейчас секунду поэтому обычно мы делаем стеклосом до черный смешиваем а здесь мы будем с вами смешивать черную импасту без остаточной липкости с вельвет топом чтобы он нам дал такую полупрозрачную дымку но чтобы она была матовая чтобы она нас не сбивала также можно потом подрисовывать если вдруг где-то мы захотим когда мы уже прям все закончим так пока сушится ногти мои показываю вот такие они инопланетянские ногти я люблю пофантазировать очень на ногтях и это большой полигон для моего творчества поэтому мои ногти обычно длинные на одной руке и они обычно не носибельные для клиентов либо найти если только найдется такой же человек который будет органично с этим существовать обычно это я даю в качестве идей для вас разбивая это на маленькие какие-то сектора скажем тогда верх низ серединка чтобы это давало для вас идеи здесь я кроме идеи еще очень хотела с формой немножко поэкспериментировать и здесь у меня два ногтевых ложа которые не перекрыты стык в стык выкладным френчем сделано наращивание на гелевые типсы и я их получила только недавно в посылке перед новым годом просто вообще в восторге сразу конечно побежал на них что-то делать очень классно вообще наращиваются очень быстро я просто в шоке у меня просто до этого я тоже экспериментировала настолько я мучилась тут простор вы знаете раз-два и все готово честно про вообще прям в восторге так давайте возвратимся к нашим цветочкам вот и самое главное что смотрите вот это как бы конструкция она носибельная потому что она укреплена в зоне стресса двумя аж целыми ногтевыми ложи да и очень легкая на выходе потому что типс он ничем не перекрывается здесь у меня и он абсолютно гладкий красивые очень хорошие по арке изнутри и по толщине изнутри и они вообще невесомые то есть они носятся вот эти сейчас ногти у меня как обычные вот длины там двойка условно тройка может быть ближе к тройке ну то есть я вот эти вот как раз кончики за счет того что я их не перекрыла я их вообще не чувствую они прям невесомые у меня вот поэтому если подхватить эту идею будет классно так смотрите я оттеняю оттеняю цветочки да видите у меня получается такая полупрозрачная дымка можно их обводить знаете как буквы раньше обводили вот когда мы в школе учились напишешь какой-нибудь заголовок и сидишь с одной стороны все буковки обводишь вот примерно так же можно обводить только с одной стороны например они будут тоже интересно очень смотреться так и чуть-чуть потушевать немножечко растоптать чтобы это не было полосками да по матовому топу опять же это быстро очень делается и получается у всех хорошо потом за счет того что мы матовым перекроем тоже будет прям такая знаете легкая легкая тень потому что матовый топ он все равно немножечко все приглушает оттянили про чуть-чуть зафиксируем и продолжаем вставлять уже внутренние листочки елена покажите пожалуйста свою ручку сейчас уже показывала быстро покажу потому что на это потратили много времени сегодня у нас много очень всего запланировано девчонки не знаю все ли успею если что что-то сниму в мастер-классе так еще раз хочу вот этот вот продублировать краешек сколько он такой основной и начинаем вставлять уже внутренние лепестки внутренние лепестки они должны попадать в тень от предыдущего лепестка тогда получается объем если вы не попадаете в тень то у вас лепестки сливаются чтобы получился вот объем один лепесточек в другом вам нужно краешком светлым попасть в тень предыдущего тогда все будет гуд тогда все получится объем никуда не исчезнет видите за счет получается что за светлой частью теневая цветная и поэтому получается что они становятся объемными так сейчас немножко подсушу еще фокусируется на моих перчатках и плохо видно сейчас вот так вот попробуем еще вот все я у руку вела от камеры надеюсь что теперь она будет вот фокус держать постараюсь еще рукой не дергать китайку вообще как бы достаточно сложно девчонки рисовать на камеру потому что ты же должен вертеться на 360 но мы попробуем все еще сделать все самые мелкие вставляем лепесточки и сушим когда рисуете китайку я вам рекомендую очень настоятельно не крутить рукой сильно и вас спасибо гульнар что подсказываете я стараюсь мониторить все в экран одним глазом туда другим сюда но бывает что да бывает что увлекаешься тем чтобы красиво вставить лепесточек и забываешь смотрите также можно чуть-чуть подтянить тем же да вот этим сереньким который у нас получился прямо легонечко где-то пройтись если у вас например где-то слилось то можно тихонько оттенить но не борщите вот смотрите если вы то увлечетесь китайкой советую вам вот прям вот этот этап делать максимально максимально тонко прям вот еле еле можно сказать дыша потому что вы можете очень красиво нарисовать а потом этим этапом просто вот знаете все испортить потому что сделайте грубо так что аккуратненько чуть-чуть подслушиваем и еще разочек перекроем еще разочек перекроем ногти огонь татьяна спасибо большое ксения огонь спасибо какой кисти вы рисуете я имею ввиду тонкую ой девчонки я вообще люблю очень кисть линеарную 5-0 но дело в том что она меня где-то задержалась в пути в заказе еще не пришла поэтому сегодня я рисую тем что есть самом деле ничего там знаете сверхъестественного просто тонкая кисточка я вам больше скажу она еще и страшная потому что я черенком когда обвожу задеваю камеру и поэтому сегодня я ее просто пока тут пробовала и делала что-то я ее просто сломала от злости потому что я каждый раз задевала камеру и меня это отвлекало очень сильно вот поэтому конечно это классный вопрос но 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 так перекрываем топом безостаточной липкости вельветовым опять же да стараемся сильно не ну это такое знаете из хоум видео из домашних лайфхаков мешает кисточка камеру трясет просто кия и пополам не делать так с кисточками это плохой пример так перекрываем и еще разочек сушим ногти бомба будут ли такие мк по ним да все уже почти смонтировала девчонки осталось озвучить только и буду отсылать скоро выложит и будут еще конечно же ногти которые вы сможете сделать клиентам ну то есть кроме вот этого вот безумства да я понимаю что это безумство но это прикольно смотрите залипать на это я сама люблю на такие мастер-классы залипать но я вам вставлю туда схемы здравствуйте будет ли запись али да али будет запись обязательно кроме того что вот это такие ногти да гигантские и очень и очень фантазийные кроме этого я вставлю вам примеры как это сделать и реально уже в клиентском варианте в салонном обслуживании да без вот этой экстремальной длины но с теми же элементами и я это делаю еще для того чтобы у вас мозги повключались и чтобы вы понимали что когда вы что-то смотрите всегда из этого можно сделать еще что-то что будет вам в работе прямо вот зайдет то есть не обязательно повторять просто вдохновиться до нас же эмми это вдохновение творчество и вдохновение поэтому я и делаю эти мастер-классы с такими длиннючими ногтями чтобы вы вдохновлялись и чтобы у вас тоже какие-то идеи возникали глядя на них так чуть-чуть им пастой подвожу прям тоненько-тоненько до стараемся максимально тонко и здесь как раз очень важно попадать в край мазка то есть смотрите если у вас здесь будет линия куда-то убежит от мазка от краешка то получится что она совершенно отдельной жизни живет поэтому здесь очень очень важно попадать прямо вот в краешек мазочка вот по самым таким вот местам прохожусь и тоже посушу чуть понежнее у меня получилось но я думаю что ничего страшного нежности знаете меня многие говорят что с внешними дизайнами проблема поэтому пускай будут нежные вот такой у нас получился дуэт сейчас мы пройдемся по капелькам т-классом да и они у нас будут прозрачные все бусинки слушаем тоже прихватываем прям чуть-чуть и чтобы сымитировать такие же бусинки у меня вот в серединках видите я серединки цветочков поставила тоже вы можете взять вот что угодно можете взять изи ван можете взять прозрачную скульптуру можете взять если у кого-то остался гель жидкий камни то есть и наметить право на белому такие вот выпуклые тоже камушки я думаю что они будут здесь прекрасно в тему повторять как раз наши вот подвесочки да изи ванна и скульптура они с остаточной липкостью поэтому потом по ним еще теклассом пройдите сейчас я не буду это делать потому что погнали дальше вот такой вот у нас нежный дизайн получился и вот такой к нему компаньон да то здесь у меня чуть-чуть понежнее такая дымка прямо цветочная а на дизайне домашнем которое дело чуть-чуть поярче у меня получилось вот но я просто чуть чуть потемнее видимо намешала черного поэтому он смотрится поярче то есть смотрите можно вот так вот как можно же теклассом можно теклассом но текласс может чуть-чуть растечься по вельвет топа потому что он все-таки пожиже чем скульптурные гели и он не столько держит точку высоты ну то есть если вы хотите выпуклый прям камушек сделать то можно либо теклассом несколько раз потыкать в абсолютно правая кульнар либо можно сначала выстроить высоту а теклассом просто до серединку серединку я тоже имею эту серединку то есть теклассом снять остаточную липкость избавиться от нее а высоту набрать другим так супер следующий вариант давайте мы их оставим здесь вот чтобы они нам маячили там так следующий вариант я хочу показать вот такую вам розу вот такую розу здесь я ее делала с с трафаретами вот такими вот для акварели это у нас nail crust и их до очень большое количество всяких разных можно использовать абсолютно любые здесь они нам нужны только для фона чтобы сделать вот такой вот контур на втором типсе где я сейчас буду делать я использовала вот такой вот nail crust тоже только для того чтобы сделать вам такой вот фон здесь смотрите я наметила уже где у меня будет роза вот и я покрывала вот этим цветом основу цвет коко цвет просто вы знаете ну вот 7 бед один ответ он бежевый и него и не очень желтый и не очень белый и не очень розовый прямо вот идеальный твое тему открою потому что я прям пока пока покрывала сама кайфовала от него вот он знаете примерно как цвет баночки уэми очень похож в нем легкий 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 золотистый шиммер ну очень классный так здесь я еще на этом типс очки применила вот такой вот декорацию да я ее разрезала напополам и стык смотрите закамуфлировала беленькой точечкой то есть я ее развернула как вода а вот эти вот уже ниточки просто дорисовала так мы сейчас возьмем чуть-чуть другую композицию и чуть-чуть другие возьмем декорации роза также рисуется у нас по схеме также рисуем по схеме начинаем с внешних тоже лепестков так начинаем с внешних лепестков я честно говоря знаете но схему конечно держу всегда в голове но не могу сказать что прям вот слепо по ней рисую я уже наверное просто принцип запомнила работы и иногда добавляю больше лепестков то есть по схеме здесь у нас должно быть где-то пять-шесть лепестков по кругу вот но у меня уже их бывает и больше и меньше прям по ситуации очень вам рекомендую если вы начнете рисовать китайскую роспись до тренироваться не крутить типсу вот очень плохая привычка у многих мастеров когда рисуют крутить типсы ну как бы она есть и если так делают ради бога конечно но вы клиента не выкрутите и вы должны как раз вот в этом диапазоне тренировать свой навык рисования да то есть если вы будете крутить типсу постоянно туда-сюда то вы потом можете очень сильно растеряться на клиенте формируем серединочку и просто знаете не знать что делать ну и соответственно не сориентироваться вот поэтому я конечно всегда рекомендую делать это все в положении плюс-минус вправо-влево так по этапам да что я сделала давайте проговорим я покрыла коко цветом сейчас беру свою кисточку покрыла цветом коко 1 2 слоя по желанию да на ровный ноготь щенки всегда тоже помните что когда вы рисуете дизайн если у вас какая-то неровность на ногти дизайн ее усугубит и будет сложнее рисовать почему на типсах всегда легче рисовать они гладкие если вы ногти смоделировали гладкие вам рисовать уже будет в разы легче если ноготь у вас весь кучерявый то ну как бы рисунок это не спасет он не избавит его от кучерявости наоборот только усугубит все поэтому смоделировали ноготь и на липкий слой я прикрепила слайдер с трафаретом nail crust перекрыла матовым топом а даже здесь не перекрывала топом еще можно перекрыть было так теперь я каждый лепесточек буду опускать на соседа также как я делала в сиреневом цветочки но помню что я светлый край оставляю в тени предыдущего до светлый край у меня идет только извините только по тени заворачиваю вглубь начинаю закручивать ее лепестки начинаю закручивать вовнутрь так щас секунду И последний лепесточек. Ну вот, в принципе, знаете, вот все, что нужно знать про розу, это вот такая схема. Все остальное накладывается сверху. Подсушим немножко. И сейчас будем вставлять в нее дополнительные лепестки. Дополнительные лепесточки у нас будут идти между внешними и внутренней серединкой. И огибаем. Вспоминаем, как мы рисовали когда-то давно все трафаретную розу, когда каждый лепесточек огибал предыдущий. Помните, такими полосочками рисовали? Очень часто. Вот здесь такая же история. Здесь мы каждым новым лепесточком огибаем предыдущий. Как раз у нас Шанель, да, очень с розами дружит. Поэтому здесь очень-очень, я думаю, уместно нам рисовать как раз розочки. Ну и рисуем уже сколько их тут уместится. Столько и рисуем. Подсушим. Так, теперь я посушу подольше. Посушу подольше. Чтобы у меня хорошенечко все... Нет, еще не подольше, девчонки. Сейчас. Сначала мы чуть-чуть тени поставим бордом. И уже подольше посушим. И пока посушим, я еще разочек вам проговорю все. Так, тени. Обязательно у нас тень идет в серединочке. Да, чем темнее в серединке, тем лучше, потому что там у нас самая-самая такая наиболее темная часть. Я очень люблю рисовать как раз вот розовым... Ой, извините. Розовым и бордовым потом расставлять тени, потому что даже растушевывать не надо. Оно, когда перекрывается... Все, еще раз матовым топом, оно автоматически становится как будто с растушевкой. Мы обязательно... Смотрите, где оттеняем. Между стыками, где у нас лепестки соединяются. Там прям легенькую тень даем. Подчеркиваем некоторые лепесточки. Ну, тоже тоненькую, да, не увлекаемся. Ничего тут жирнющего мы не делаем. Тут только у меня чуть-чуть как-то получилось. Так, вот здесь чуть-чуть. Все, тенюшки добавили и сушим. Вот теперь тоже сушим. Так, а я же еще черненьким там уводила. Нет, опять не сушим. Добавляем черненького. Немножко. Чтобы чуть-чуть ее оторвать тоже от фона. Хотя здесь на бежевом лучше смотрится белый, чем на сером. Но чуть-чуть надо вот здесь вот подвести некоторые лепесточки. Прям немножко контуром. И это будет еще обусловлено тем, что у меня потом декорации будут тоже с обводкой. И вот здесь не бойтесь поднажать где-то. Все, теперь точно сушим. Потому что потом в конце вы будете обводить белым. Белым, когда подводить уже окончательную финишную обводку делать, да. У вас черный контур, он скроется. Если вы где-то переборщили, то вы это сможете снивелировать. Так, по этапам еще разочек. Покрыли коко цветом. На липкий слой положили слайдеры. Растворили их ультрабондом. Да, чтобы не морщинилось ничего. Перекрыли вельвет топом. Нарисовали китайку. Еще разочек перекрыли вельвет топом. И уже поверх где-то что-то дорисовали. Дорисовываем эмпастой. Она сохнет без остаточной липкости. Перекрывать уже ничем не надо. Поэтому можете сразу уже смело рисовать. Смотрите, я вам подготовила еще третий вариант. Но я его показать не успеваю. Девочки, я по нему сниму мастер-класс. Хорошо? Вот такой еще подготовила шикарный вариант с синим цветом. Это цвет у нас Chance. С вот такой шикарной брошкой. И планировала в такого вида примерно цветок нарисовать коко по диагонали. Вот здесь вот по диагонали. И дополнить такими же украшениями. Я думаю, получится очень шикарная вещь. Но я тогда ее сделаю уже в виде мастер-класса. И разместим мы ее на страничке. Здесь, кстати, вот этот вот у нас идет. Вот эти шикарные брошки. Они просто такие вот магические. И мне захотелось прям еще усилить. Такое сделать просто орден геральдический. Высокая мода. Так. Перекрываем вельвет топом. Здесь у меня немножко другая идет. Так, подождите. Вельвет топом я перекрываю. Потому что мы еще... Я еще хотела добавить декорации. Я перекрою. Путаю вас немного, простите. Я перекрою слайдер топ гелем. Чтобы мне разместить декорации. Прям вот тонким-тонким слоем. Просто чтобы создать дополнительную остаточную липкость. Вот смотрите, у меня роза сейчас нарисована полностью эмпастой. Эмпаста не имеет остаточную липкость. Поэтому к ней слайдер ни за что не прикрепится. Он будет соскальзывать. Можно базой промазать тоненько. Чтобы просто прикрепить слайдер. И сейчас прям посушу немножко. И я хотела очень красиво обыграть это. Я это сделаю все-таки вам. Потому что, смотрите, нарезала вот таких вот классненьких украшений. Всяких маленьких. Они смотрятся прям вообще очень мило. Это у нас идут украшения. Сейчас покажу. Вот отсюда. Вот отсюда. Они такие здесь милашные всякие бантики тоже. И еще я схитрила немножечко. И колечко вот это вот со стразиками. Вот это колечко. Я отрезала от вот такого элемента. Так. Все, у меня все подсохло. Давайте размещать всю эту красотень. Так. Сначала колечко размещу. Вот сюда. Буду размещать вот сюда. Вот сюда. Дальше у меня пойдет вот такая вот розочка. Вот. Теперь они у меня на липкость очень прекрасно залипают все. Дальше у меня будет вот такая вот. Сейчас я подумаю, куда ее. Даю сюда. Вожу. И вот такой элементик. Я его, наверное, вот сюда размещу. Вот такие вот, как будто брошки везде. Также ультрабондом проходимся тихонечко. Чтобы у нас все подрасправилось. Если где-то что-то заморщинилось. Вот. И теперь как раз можно перекрывать вельвет топом. Также бусинки у нас с вами будут прозрачными. Когда мы их с вами покроем теклосом. Пройдемся. Обязательно тоже серединочку. Все-все-все. Промазываем. Сушим. Так, теклосом сейчас также пройдемся по бусинкам. По бусинкам. Видите, как быстро схватывается. Ну, для того, чтобы начать уже дальше что-то делать, вполне достаточно. Конечно, просушить до конца лучше подольше. А вельвет, чтобы носился хорошо, лучше вообще две минутки до конца прям просушить. Вот. Но чтобы нам можно было дальше что-то начинать рисовать. В принципе, все уже достаточно хорошо высохло. Тоже прям чуть-чуть схватился топ. И можно делать финишную обводку. Также я ее делаю эмпастой белой. Вообще эмпаста, девчонки, прям мой фаворит материалов. Конечно, у нее ни одна работа практически не обходится без этого материала. Потому что очень и очень классно то, что им можно рисовать поверх. Что-то дополнить. Не получилось, если стереть и заново начать. Ой, представляете, я к концу эфира нашла, наконец-то, удобное положение для руки, чтобы не уходить из фокуса. Прекрасно. А то мне уже хотелось кисть для китайки тоже сделать кия. И здесь мы можем немножко присочинить того, что мы не делали. Но только на кончиках лепестков. То, что у нас на лепестках в мазке, мы присочинить не можем. Мы должны ровно идти по краю мазочка. Тогда получится красиво. Тогда получится объем. Если вы оторвались уже от мазка, то объем разрушается. Помните это. И вот то, что я вам говорила. То есть, если где-то переборщили с темной линией, сейчас можно ее прикрыть беленьким. И все. И вот эта вот последняя финишная обводка, она весь мэджик просто нам делает, потому что сразу объем просто вылезает, и роза становится суперкрутая, объемная. 3D-шная. Ну что ж, давайте подытожим. Сегодня такой у нас был эфир. Конечно, не одна полосочка, а две. Достаточно сложную технику вам сегодня показывала. Посмотрите у себя, не включен ли у вас ВПН. Нет, девчонки, у меня ВПН выключен. Я это знаю точно, потому что я вообще крайне редко в последнее время его включаю и куда-то залезаю, кроме контакта. Если только мне нужно по работе быстро, но крайне редко. У нас сейчас очень сильные морозы. Я не знаю, влияет ли это на интернет и на провайдера. У нас сейчас в средней полосе морозы до 36. Я, конечно, понимаю, что это не предел, и по прогнозам очень у многих еще хуже все обстоит с морозами. Но возможно, что что-то с интернетом, не знаю, но вроде как пишут, что все хорошо. Так, и можно еще добавить где-то точечек, как жемчужное ожерелье. И дополнить. Если вам, конечно, не лень и у вас есть время, вообще можно тоже сделать объемными их. И я еще люблю, конечно, всякие такие, знаете, визуальные метаморфозы. Люблю залезать на рисунок, например, вот бусинками, как будто все это вперемешку. Например, вот так вот. Ну что, мне кажется, достаточно симпатично все получилось у нас. У нас такой сложный, многоуровневый дизайн, да, очень веселый и девчачий такой, задорный. Давайте чуть-чуть я зафиксирую. И еще разочек. У нас на крайнем севере минус 8, а у нас по ощущениям 56. У нас тоже по ощущениям минус 56. Это какой-то кошмар, честно. Такой холодный ветер. Я иду, когда у меня просто сводит все, что можно. Наталья. Привет, Наташа. Пересмотри обязательно этот эфир. В нем вот такие вот розочки. Я просто знаю, это тоже моя студентка. Так, ну что, вот такая у нас получилась красотища. Я вообще просто довольна, как слон. Ну классно вообще получилось. Я, конечно, вообще в принципе этот бокс просто обожаю. Потому что он такой очень женственный, очень классный. В нем классный, классный, классный идей. И очень крутые цвета. Вот все, да. Посмотрите, вот сколько мы с вами сегодня сделали. Мы сегодня с вами в эфире сделали вот такие вот два комплекта. Два комплекта. Очень женственных. Очень женственных, я считаю. И просто такие, знаете, ну самые-самые цвета. Часто спрашиваем. Это бежевые, такие вот розовые, серые, нейтральные. Синий чуть как бы такой более цвет, ну скажем такой, не нюд. Но он очень красивый индиго. Очень классно подходит под джинсы. И вообще сейчас синий тоже, я думаю, что очень даже востребованный. Роза супер, очень красиво. Спасибо вам большое, девчонки. Так, ну и все. И синим, да, мы с вами договорились. Потому что синий я сегодня не успела показать. Я, как обычно, перестаралась немножко с программой на эфир. Вот, но синий тоже очень кайфовый. И я думаю, что мы его просто вынесем в мастер-класс. Ну и всем, кому понравились мои инопланетянские ногти, ждите. Скоро мы тоже все это смонтируем и вам выложим посмотреть. Спасибо большое вам за активность. Я была очень рада этому эфиру. Это дебютный эфир 23-го года мой. Еще пока не вела на страничках Эйми. И я думаю, что он удался очень даже хорошо. И надеюсь, что я вас вдохновила на уже какие-то весенние варианты. И, может быть, в эту стужу холодную, которая у многих образовалась, внесла немножечко тепла. Хорошего вам всем вечера. Целую вас, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok